Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 5 июня. У нас наконец-то установилась такая... Ну, короче, ушла жара. Сегодня пасмурная погода, дождик. И можно, наконец, вздохнув свободно, пройтись по огороду и рассказать свои первые впечатления. Конечно, о тех покупках, которые я сегодня, ой, в этом году сделала. Начну с уральской теплицы. В этом году, кто меня смотрит, все знают, что я приобрела вот эту огромную, дорогую теплицу с Екатеринбурга от фирмы Уральская усадьба. И вот мои первые впечатления за первый месяц. Высадила в начале мая, сейчас растением уже месяц, и я уже вижу какие-то первые результаты, сейчас с вами поделюсь. Самое первое, что меня сначала удивило как-то, и я немножко не могла понять, почему, мне казалось, что здесь больше места, чем в моих арочных. Хотя территория такая же, ну как площадь сама, 3 метра на 8 метров. Вот площадь земли, она занимает 24 квадрата. Но когда я заходила, мне постоянно казалось, что она намного больше, она намного огромнее. Почему мне так казалось, я сейчас вам расскажу. Вот смотрите, занимая такую же площадь, квадрат 3 метра на 8 метров, потом уже, конечно, и мне зрители написали, я догадалась, почему арочная теплица, она же вот так вот. И она вот эти вот, как бы скрадывает вот эту территорию, а прямо стоячие стены позволяют нам пространство расширить. Конечно, сразу же я отметила, что вот эта высота конька, которая выше, чем у обученных теплиц, там у нас, по-моему, 2 метра, а здесь 2,80. И тут очень оно будет кстати, тут можно будет сделать поднятые вот эти грядки, которые обордюренные, как называют, так называемые. Вот в этом году у меня, я столкнулась с проблемой варочной теплице. Мы там подняли, вы все знаете, для того, чтобы установить вот этот обогрев, и для того, чтобы грядки лучше прогревались, подняли на 40 сантиметров, там где-то 30-40. И индетерминатные томаты у меня уперлись уже сейчас в потолок. Они закрыли на потолке все просветы, там почти нет солнца. И в варочных теплицах, которые невысокой высоты, особенно где вот здесь, где у них скошенные вот так вот края, там вообще сразу томаты уперлись на этих, на возвышенных грядках. А вот эта уральская теплица, я сразу сообразила, что вот где в коньке высота большая, тут идеальная будет поднятая грядка для самых высокорослых индетерминатных, которые даже заявлены по 2,5 метра, могут вырасти. Они даже, даже они здесь могут расти. Ну и по краям, конечно, тоже, потому что там метр восемьдесят и в самой низкой, а потом выше, выше. Вот это большое преимущество этой теплицы, и я это почувствовала сразу. Но одно из самых важных, то, что я считаю самым главным плюсом вот этой теплицы, это, конечно, сквозное проветривание с четырех сторон. Отсюда сюда идет ветер и отсюда сюда. Но сегодня у нас погода холодная, у меня эта форточка прикрыта. А вообще, когда стояла жара аномальная, именно в этой теплице я уже по состоянию здоровья поняла, ну как по внешнему виду томатов, что им здесь наименее жарко. Здесь не было ни одного томата с закрученными листиками. Видите, листья все расправленные, все здоровые, все хорошие. Это, конечно, вот этот микроклимат, который в жаркий период проветриванием создается, идеальные условия. Но, ну как, и не без проблем. Сейчас расскажу, с какими проблемами мы столкнулись. Но обе проблемы, вот которые я сейчас вам назову, они, конечно, относятся лично к нам, только к нашему конкретному случаю, только из-за нашей неопытности. Первая проблема, то, что я на шпалерах ни разу не выращивала, и мне пришлось два раза переделывать вот эти подвязки, переподвязывать. Здесь, ну как, один раз привязала не так, второй раз опять переподвязывала, и средний ряд мне пришлось даже оставить по-старому в коловой культуре, потому что я не успевала по времени. Это первая проблема, что я еще не умею обращаться вот с этими веревочками. А тут, конечно, устроена вот эта тросовая система подвязки, и она меня как бы немножко подтолкнула вот перейти на этот способ, который мне давно советовали. И тут я уже по-другому ряды расположила. А вторая проблема, это то, что мы так и не смогли вот эти коньковые форточки установить с терморегуляторами, ну, с термоприводом. Но это потому, что, конечно, мы же не сборщики, не профессиональные сборщики теплицы. Если остальную всю теплицу муж с сыном собрали, то коньковые он долго думал, смотрел видео, и пока он смотрел и думал, тут же нужно было место оставлять, чтобы их там монтировать. Я сказала, больше я терпеть не могу, все засаживаю, все томатами, коньковые свои форточки будешь врезать осенью. Вот это мы споткнулись на них, я говорила уже, что мы долго их не могли установить. Так мы их и не установили, оставили до осени. Так что две проблемки все-таки нашлось. Но это потому, что теплица новая, это все неизведанное, неизвестное нам. Как ему коньковые форточки, так мне вот эти подвязки на шпалерах. Первые сложности. На будущий год, я думаю, что пойдет все как по маслу. Меня только радует, что здесь очень хорошо растут томаты. Тут прям у нас такое зеленое море. Конечно, мне не привыкли, что они на веревках свободно, они вот так болтаются. Всегда у меня же они по струнке были на колу. И, конечно, вот прошел всего месяц, но вот эти вот плюсики я уже для себя как в копилочку положила. Мне вот нравится, что много места, мне нравится, что проветривается, мне нравится, что растения здесь здоровые. Они тут выглядят как в открытом грунте. И, конечно, я очень рада, что я купила эту теплицу, несмотря на такую ее дороговизму. Несмотря на то, что вместо крыши, то есть остались мы без новой крыши нынче летом. Вместо крыши купила теплицу. Все равно я очень рада. И я давно мечтала об этой теплице. И вот когда я ее купила, я прям... Ну, у меня все, мои мечты, вот мои такие предвкушения, как я говорила, едет теплица, мои мечты, все это совпало. И я хочу сказать спасибо, конечно, Уральской усадьбе за то, что они познакомили меня с такой моделью. У нас в городе такие не делают, хотя некоторые зрители пишут, зачем так далеко заказываете. В каждом городе можно это сделать, вы не жили близких. Не все можно сделать у нас. И вот за первый месяц у меня остались только плюсы. Но я, конечно, не принимаю во внимание вот то, что я не смогла с первого раза подвязать. Это мое личное такое, как упущение, что я не умею, не обращая внимания, что мы форточку не сделали. Это тоже зависит только от нас. Что зависит от самой теплицы. Она вот показала себя очень хорошо. И это видеоролик я снимаю для зрителей, которые спрашивают, что... Ну, скажите ваши первые впечатления. Как? Какие вообще ощущения от этой теплицы? Ну, теперь вы видите, какие. Я просто рада. Все.